Всем привет! Скорее всего вы смотрите это видео по одной простой причине. Либо вы новичок контекстной рекламы и боитесь слить деньги, либо уже их слили в трубу и не получили тех самых заветных продаж и кликов. В сети существует огромное количество историй про плохо настроенную контекстную рекламу. Для этого достаточно зайти на биржу и просто пообщаться с всевозможными заказчиками и узнать с какими причинами они столкнулись, какие ошибки они допустили. В этом видеоролике я постараюсь рассказать самые популярные причины ошибок в контекстной рекламе Google AdWords. Про Яндекс.Директ мы поговорим в следующем ролике. Почему я решил записать этот ролик? Я постоянно настраиваю клиентам контекстную рекламу и я постоянно вижу разные ошибки. Про некоторые ошибки я могу прочитать в интернете. Про это написано множество публикаций от именитых авторов. Но некоторые ошибки я встречаю реально впервые. Но так как я замечаю, что они встречаются довольно часто, я в этом ролике расскажу, с какими ошибками сталкивался я, как я нашел способ как их избежать и как вылечить аккаунт после них. Поехали! Итак, в прошлый раз мы проводили викторину. И у нас есть победитель. Победитель заработал свой приз. И вы тоже можете поучаствовать в викторине, если внимательно посмотрите это видео. А теперь внимание! Обещанный вопрос по викторине. В этот раз вы можете выиграть 10 долларов. Всего лишь нужно ответить на мой простой вопрос. Найдите ошибку в этом видео. Сообщите ошибку в комментарии, сославшись на официальный источник Google или Яндекс техподдержку, где я, возможно, допустил ошибку, либо не допустил. И оставляйте вопрос в комментарии. Первый, кто напишет ответ с ошибкой, получит приз. Победитель будет оглашен также в следующем нашем видео. Мы сообщим о переводе средств. Вы можете быть среди них. Поэтому дерзайте! На сегодня Google AdWords является лидером рынка среди контекстной рекламы в США. На его бюджеты приходится практически 78% всех вложенных денег инвесторов в рекламу, в то время как 20% распределяется между Amazon, Microsoft и другими более мелкими компаниями. Основой причины роста Google является исключительно проникновение мобильной рекламы. И в целом проникновение рекламы Google AdWords. По факту она есть везде. Она есть в поисковой выдаче, она есть в мобильной выдаче, она есть в YouTube роликах, баннерах на сайтах, в мобильных играх, в мобильных приложениях. То есть практически везде. А, например, в Российской Федерации рынок мобильной рекламы постоянно растет. Вне зависимости от того, есть кризис или нет. Об этом красноречиво говорят эти цифры. Выходит, что вне зависимости от кризиса рынок рекламы дорожает. Тем самым увеличивается конкуренция. И тем самым увеличивается риск слить деньги впустую. Если раньше можно было потратить минимум денег и получить клиента, то сейчас за клиента нужно бороться. А в контекстной рекламе бороться приходится рублем, гривной и другими валютами. Вот это жестко, конечно. Поэтому мы сейчас начнем разбирать самые типичные ошибки, которые допускают рекламодатели на старте. Первая ошибка я назову, условно говоря, когда создана компания с одной группой объявлений, и все ключевые слова свалены в эту группу. И по факту, вне зависимости от ключевого слова, показывается одно объявление. Такая компания обречена на провал на старте, так как по факту в одной группе будут находиться нерелевантные ключи. И коэффициенты качества такой компании, да, эти коэффициенты есть у Google AdWords и Яндекс.Директ, они будут гораздо ниже, чем компании, которые разделены по группам. Вторая причина такой проблемной настройки заключается в том, что довольно трудно отличать качественные ключи от некачественных. Вы не можете понять, какой ключ работает, а какой нет. По факту, так как в зависимости от того, что спросит пользователь, ему показывается одно и то же объявление. И поэтому самый оптимальный вариант разделить эту компанию по группам. Если у вас доступен старый интерфейс Google Планировщика ключевых слов, воспользуйтесь этой функцией. Просто зайдите, снимите параметры у ключевых слов и выберите вкладку «Распределить по группам». Затем скачайте результат и ваша компания будет распределена по группам автоматически. А что делать, если у вас он уже недоступен? В новых аккаунтах, например, Планировщик ключевых слов уже закрыт в старом интерфейсе. А в новом интерфейсе функции кластеризации попросту нет. Что нужно делать? Воспользуйтесь нашим бесплатным кластеризатором. Закиньте все ваши ключевые слова в него, пропишите синонимы, пропишите неразрывные словосочетания и запустите кластеризацию. Система кластеризует их по группам, а то, что не кластеризуемое, соберите в отдельную группу и настройте контекст. То есть, как вы видите, вы можете настроить компанию и для каждых ключей сделать релевантные объявления. И затем мы переходим к следующей ошибке, которую допускают определенные рекламодатели. Эту ошибку условно мы назвали «тренинг бизнес-молодости». Извините, что мы так ее назвали, но так она есть. На одном из тренингов «Бизнес-молодости» рассказывали, что нужно делать компании один ключ, одна группа, одно объявление. В итоге собирались семантики на сотни ключей, на тысячи ключей, закидывались в компанию, в которой напротив каждого ключа было одно объявление в одной группе. Компания в итоге распухала до безумных размеров, названия групп иногда просто никак не подписывались. И в итоге это приводило просто к безумному бардаку и сложности прописания уникальных объявлений для каждого ключа. Потому что некоторые ключи могли состоять из четырех и пяти слов, и это осложняло запись заголовка, либо описание для уникального ключа. Все пропало. Зачем это делалось? В первую очередь для экономии. Все давным-давно усекли, что Google, что Яндекс относятся очень хорошо, если объявление соответствует ключевому слову. И качество объявления такого получается максимальным. И это приводило к тому, что стоимость клика была гораздо ниже, чем если бы вы использовали просто ключ и объявления, разложенные по группам. Фактически это был обход системы. Google и Яндекс догадались об этом и внедрили определенные рекомендации. В частности, что Google, что Яндекс ввели такое понятие, как статус «мало показов», мы про это расскажем ниже, и сделали ограничение на понижение качества компаний, у которых в одной группе находится один ключ. Теперь Google, в частности, напрямую рекомендует расширить ключевые слова в группе. Откуда я это узнал? От Яндекса я узнал это непосредственно в их блоге. Ссылочка будет в описании. А от Google AdWords я узнал это напрямую. Я пообщался с техподдержкой, когда я анализировал одну из своих компаний, и мне ясно дали понять, что уже этот метод не работает, и они рекомендуют разделять. А затем в разделе «Рекомендации по компаниям» появилась такая функция. Вывод простой. Используйте наш кластеризатор. Делайте несколько объявлений на одну группу. У нас есть утилита, пока она еще в бета-версии, она будет дорабатываться, которая позволяет создать на одну группу сразу минимум три объявления, которые нужно будет использовать. По факту, что рекомендует Google? Чтобы у вас в одной группе было несколько ключей, несколько вариантов объявлений под разные вариации ключей. То есть, по факту, ваши все объявления соответствуют самому популярному ключу в группе, но при этом тексты объявлений отличаются для повышения кликабельности. Следующий тип ошибки будет знаком только тем, кто переносил свои компании из Яндекс.Директа в Google AdWords. Есть такая возможность при переносе. И первая ошибка, которая встречается, это конфликт минус слов. Да, в Яндекс.Директе, если у вас есть ключевое слово, и это же слово присутствует в минус-слове, то приоритет отдается непосредственно ключевому слову. В то время как в Google AdWords такая система не работает. Если ваше слово встречается в базе минус-слов вашей, которые вы собрали, то тогда будет происходить конфликт, и эти конфликты придется убирать вручную. Благо в Google AdWords есть такой инструмент, который позволит убрать конфликты минус-слов, просто зайдя и вы просто отредактируете либо ключевые слова, либо минус-слова. В вашем случае придется редактировать непосредственно минус-слова. Какие же существуют выходы из этой ситуации? Их два. Первый вариант – это просто удалить минус-слова, но если необходимо его сохранить, добавьте это минус-слова в отдельные группы, где эти ваши слова не встречаются. Следующая ошибка, на которую я бы обратил внимание – это отсутствие расширений. Эту ошибку я встречаю иногда в компаниях Яндекс.Директа, но с каждым днем все реже и реже. Но в Google AdWords я вижу это гораздо чаще. По одной простой причине – в Google AdWords расширений гораздо больше. В отличие от стандартных уточнений и быстрых ссылок, расширения в Google AdWords гораздо обширны. Здесь есть такие, как и структурированные описания, и цены, и предложения, и акции, и адреса. Адреса для Google AdWords добавлять достаточно сложно. В отличие от Яндекс.Директ, где вы можете просто его прописать в настройках компании, его необходимо регистрировать на Google My Business, верифицировать, связывать с вашим аккаунтом Google AdWords и добавлять как расширение непосредственно в ваш Google аккаунт. И тогда только оно будет доступно. То есть вы не сможете прописать адрес, вот просто так взял и прописал. Это довольно сделать трудно для новичка. Что мы рекомендуем? Начинать, в первую очередь, нужно с адреса. Регистрируйтесь на Google My Business, добавляйте компанию на Google карты, дожидайтесь вот такого бумажного письма, которое приходит с кодом верификации, верифицируйте себя, и только тогда вы сможете добавить расширение адреса в вашу компанию. Еще небольшой гайд по уточнениям. Старайтесь в уточнении описать то, что не повторяется в описаниях ваших объявлений. Иначе у вас будет банальная тавтология в объявах. И это приведет к низкому CTR. Старайтесь расписать в уточнениях все, чем вы отличаетесь. Я обычно в уточнении клиенту пишу всегда его уникальное торговое предложение. Обычно 4 пункта, которые выделяет его в отличие от конкурента. Если это низкие цены, либо гарантия, либо особая сторона-производитель, либо особые условия доставки, либо скидки постоянным клиентам. Если эти у него УТП существуют, я их использую. Молодец! Уточнение «быстрые ссылки» я использую на самые кликабельные разделы, в зависимости от ключевого слова. Да, очень важно использовать разные быстрые ссылки для разных типов компаний. Яркий пример. Если я рекламирую непосредственно iPhone, я не буду делать быстрые ссылки на Samsung и другие гаджеты. Я лучше сделаю ссылки на другие модели iPhone. Или же, если я рекламирую непосредственно автомобили, я сделаю ссылки на отдельные аксессуары к этим автомобилям непосредственно в рекламе автомобиля. Если же хотите прорекламировать акцию, в Google AdWords есть соответствующее расширение акций. Пропишите вашу акцию и расскажите, до какого времени она будет действовать. Google будет показывать это расширение тогда, когда это будет выгодно. Если расширение акций будет давать больше CTR, он будет его показывать чаще, чем другие. И очень полезное расширение цены. Если вы придаете несколько видов продукции по ключевому слову, я рекомендую настроить расширение цены и привязать его к соответствующим компаниям. Да, если у вас компании идут по разным рубрикам, разделяйте их сразу, потому что тогда вы сможете прикручивать разные расширения цен к разным компаниям. Это довольно удобно. То есть, если вы продаете непосредственно iPhone, то тогда вы можете прикрутить цены для разных вариаций айфонов. Если вы настраиваете компанию на Самсунге, вы можете написать цены для разных вариаций Самсунгов. Но, если вы продаете вообще интернет-магазин, я рекомендую настроить другой тип компании, но об этом мы расскажем дальше. Самое сложное расширение, которое я настраивал, это отзывы. Их довольно трудно добавить. Они постоянно не проходят модерацию. Но, если у вас удастся это сделать, отзыв можно оставить со стороннего сайта на ваш продукт. Вы указываете цитату отзыва, автора отзыва и ссылку на то место, где находится ваш отзыв. Тогда он подтягивается как расширение. Перейдем к настройкам геотаргетинга. Это довольно интересный пункт, на который я бы обратил внимание. Потому что, если в Яндекс.Директ вы настраиваете всего лишь две вариации геотаргетинга, это обычный, когда вы ставите галочку, допустим, Москва, и когда вы ставите галочку «Расширены». Это значит, что компания будет показываться не только тем, кто находится в Москве, но и тем, кто в запросе указал Москву. А в Google AdWords есть три настройки. Три, вы понимаете? Оу май! По факту, есть вариант, как в Яндекс.Директ, где вы показываете рекламу тем, кто находится, например, в Москве и спросил в запросе Москву. Есть вариант тем, кто находится только в Москве, неважно, спросил он слово «Москва» или нет. И есть вариант тем, кто спросил только в геозапросе «Москва». То есть вариаций «Море». Как применять какой из них? Я рекомендую большинству рекламодателей использовать только этот вариант настройки, который второй, который учитывает таргетинг только на тех, кто находится на данной территории, но не спрашивают непосредственно название населенного пункта. Тем самым вы исключите показ людей, которые спросили, допустим, купить машину в Москве из Санкт-Петербурга. Тогда вы не будете показываться этой аудитории. По одной простой причине, вероятно, что он не будет покупать сейчас, если ваш рынок заточен на продажу здесь и сейчас. Но если ваша задача привлекать покупателей и из других регионов, но которые интересуются покупкой в вашем регионе, то тогда выставляйте первый вариант. А третий вариант, скорее всего, пригодится, если вы продаете билеты на какие-то мероприятия, например, концерт какой-то группы в Киеве. И да, тогда вариант третий вам подойдет больше, потому что люди, которые гуглят покупку билетов на какую-то группу, не обязательно находятся в этом городе, а могут проживать где угодно. Следующей особенностью настройки геотаргетинга является также настройка на таргетинг на язык. Да, если вы забываете иногда поставить галочку на нужном языке, настройки очень сильно сужаются. И вторая ошибка бывает, когда забывают убрать галочку, оставляют таргетинг, например, на русский язык, хотя-то компанию настраивают на англоязычный сегмент, в итоге либо она не работает вообще, либо работает не по тем запросам и не на ту аудиторию. Поэтому здесь мои советы будут очень простыми. Старайтесь обязательно выбирать правильный вариант геотаргетинга в сочетании с нужным таргетингом на языки. Не забывайте, что если пользователи ваши иностранцы, у них, скорее всего, таргетинг на язык будет на английский, либо на еврей, если вам нужна аудитория, которая, собственно, из Израиля приезжая. То есть вы должны учитывать, какой ваш продукт и какой вид геотаргетинга вам нужно отсечь. Я не понял. Ну, очень интересно. Также не стоит забывать, что в настройках геотаргетинга есть возможность настроить таргетинг не на конкретный населенный пункт, а на определенную точку. Вы можете поставить просто булавку и обрисовать непосредственно отдельные регионы на гугл-карте и указать это как регион таргетинга вашей компании. Следующая ошибка, которую я бы изучил, это назначение ставок. Здесь есть несколько особенностей. В Google AdWords хорошо работают автоматизированные стратегии. Они прекрасно себя в данный момент зарекомендовали. Но часто я вижу настроенные рекламодателями стратегии, которые работают через правила. И иногда они очень работают коряво. Часто это выглядит, как иногда слишком завышенные ставки или слишком заниженные, когда показов на первой странице нет вообще. И в итоге клиент не получает гарантированных показов. Секрет лечения этой проблемы очень простой. Настройте в первую очередь автоматизированную стратегию. Я в своей статье рассказал, какие стратегии существуют и для какой цели каждая применяется. Вы можете почитать, ссылка будет в описании. Второй момент, я бы обратил внимание, это когда вы настраиваете стратегию назначения ставок, изучайте статистику аукционов. Изучите, кто ваши конкуренты, на каких они позициях, как часто вы выигрываете аукцион, когда проигрываете, какой процент показов в зависимости от ключевых слов между вашими конкурентами. Все это можно сделать в новом интерфейсе. Следующая ошибка, которую я бы назвал, она скорее относится к нехорошим агентствам, с которыми я бы рекомендовал не работать. Я сталкивался с такими, и чаще всего клиенты, которые приходили, они не имели доступа к своей компании. То есть они по факту даже не знали, что там происходит. Им просто сбрасывались отчеты. Агентство, которое уважает себя, всегда дает доступ своему клиенту. Более того, чаще всего компанию свою оплачивает непосредственно клиент. Он заходит на свой аккаунт и производит оплаты, так как у него есть у вас такая возможность. Если же агентство просто берет ваши деньги и откручивает вашу рекламу за ваши же деньги, вероятнее всего, что оно манипулирует отчетами и продает вам фактически лиды за те деньги, которые по факту они не стоят. Мой совет клиенту – просто всегда просите доступ к своей компании. Смотрите, как она работает, какие показатели CTR и конверсии. Задавайте вопросы своему агентству. И всегда смотрите на ваш аккаунт из интерфейса Google AdWords и Яндекс.Директ, а не из сторонних отчетов. Следующая ошибка, которую я назову, она скорее присуща большинству клиентов, которые не знают, что это такое. Мы сейчас поговорим о ремаркетинге. Что такое ремаркетинг? Наверное, вы сами замечали, что когда вы просто заходите на какой-то сайт, его реклама вас очень долго преследует. Собственно, в этом и есть суть ремаркетинга. Ладно, неплохо. Как он работает? По факту на сайтах стоят счетчики Google Аналитики, Яндекс.Метрики, которые учитывают заход вас на сайт. Только вы зашли на сайт, вы оставляете некий след для рекламодателя. Он может настроить под вас рекламу, и она будет показываться на всех сторонних площадках, в YouTube-роликах и практически в мобильных приложениях. И она будет мотивировать вас вернуться на сайт и закончить то, что вы не сделали. Например, не заполнили до конца корзину, или не оставили заявку на регистрацию, или просто не откомментировали статью, или не купили что-нибудь. В первую очередь, для того, чтобы настроить ремаркетинг в Google AdWords, нужно непосредственно соединить Google Аналитику с вашим аккаунтом в Google. В Google AdWords непосредственно. Если вы производите это связывание, у вас появляется возможность настройки аудитории ремаркетинга. Эту же аудиторию вы указываете, в каком Google аккаунте она будет видна в AdWords. И после этого, когда вы заходите в ваш Google AdWords, вам будет видна в списке аудиторий созданная вами аудитория ремаркетинга, на которую вы можете настраивать таргетинг в контекстно-видийной сети, в рекламе в YouTube, либо делать корректировку ставок для поисковых компаний. Следующая ошибка, которую я назову, она присуща тем аккаунтам, которые работают в разных вариациях контекстной рекламы и привлекают трафик различными методами. Мы поговорим про UTM-метки. Иногда они попросту не настроены. И тогда ваши компании, передавая данные на сайты сторонней аналитики, не Google AdWords и Яндекс.Директ, фактически передают все данные впустую, не передавая эффективность ваших компаний. Также есть такая ошибка не очень добросовестных рекламодателей, которые настраивают AdWords, когда они зашивают UTM-метку непосредственно в тело ссылки. И это выглядит ужасно, учитывая, что в отличие от Яндекс.Директа, где нет соответствующего поля, в Google есть специальное поле шаблона отслеживания, которое вы попросту прописываете здесь. По факту, UTM-метку можно настроить вообще самым простым методом. Если она у вас универсальная для целой компании, просто настройте шаблон отслеживания непосредственно в настройках самой компании, а не лезьте в каждую группу, в каждое ключевое слово и в каждое объявление. Мы создали удобную утилиту по генерации UTM-меток. Вы можете просто зайти на наш сайт, вставить ссылочку на посадочную страницу, и система сгенерирует вам для Google AdWords, в частности, две UTM-метки. Первая UTM-метка будет показывать то, что в итоге вы должны получить, а вторая – это ту, которую вы должны вставить. Именно метка с этим символом вставляется в тело вашей компании, в этот шаблон. В частности, это можно сделать в AdWords Editor, либо непосредственно в браузере. Причем это уже совсем другая история. И теперь мы переходим к следующей ошибке, которая обычно вытекает из предыдущей. Это бардак в аккаунте. Как это выглядит? По факту, иногда, когда все услуги разнотипные свалены в одну компанию, либо когда все группы названы как попало, либо просто названы группа объявлений 1, группа объявлений 2, группа объявлений 3 и так далее. Работать попросту с такими компаниями невозможно. Иногда бывают компании, в которых просто клонированы друг от друга и просто названы регион такой, регион такой, регион такой, но по факту ключи, которые там встречаются абсолютно одинаковые, не привязаны ни к какому региону. Как тут быть? По факту, я рекомендую делать простое действие. Если ваша компания проработала какое-то время, соберите самые эффективные ключи, которые дали хоть какие-то результаты, соберите все поисковые подсказки, все это сложите в один файл, закиньте в кластеризатор, разгруппируйте сначала по смыслу, затем уже смысловые группы расцветилируйте по типам компаний. Затем просто залейте эти компании с нуля, сделайте все грамотно, и тогда вам будет гораздо проще с ними работать. Вы спросите меня, а зачем нужен порядок? В принципе, оно же и так работает. Я вам объясню зачем. По факту, если у вас порядок в компании, вы можете с легкостью найти нужные группы, нужные ключи, и с легкостью их отключать и включать, просто выключая нужную группу. Например, если ваша группа заточена под рекламу услуги в определенном районе, вы можете отключить эту группу. А если вы будете грамотно подписывать все ваши группы, вы их будете с легкостью находить. Теперь перейдем к самой интересной ошибке, которую я наблюдаю каждый раз, когда ко мне приходит клиент. Я обычно, в первую очередь, захожу в отчет по поисковым запросам и выбираю как можно больше период, чтобы проанализировать, что работает, а что нет и как. По факту, в этом отчете вы сможете увидеть, какие клики сожрали у вас сколько денег, по каким запросам, какую аудиторию они привели и дали ли они конверсии вообще. Как я использую этот отчет? Очень просто. В первую очередь, я вычисляю те слова, которые дали мне конверсии и добавляю их в том виде, как их мне предлагает Google AdWords. Во-вторых, я могу видеть те слова, которые дали мне некачественный трафик, и я могу их просто отключить. А в-третьих, я могу вычислить те слова, которые гарантированно мне нужны, но дают минусовые вариации, и выбрать те минус-фразы и добавить их непосредственно в базу минус-слов. А иногда одно слово в широком соответствии может дать идеи для генерации большинства других низкочастотных вариаций. И для этого я обычно использую собственную утилиту, которую разработал для генерации поисковых запросов. Я просто закидываю туда более высокочастотную версию, докидываю идеи и смотрю результаты. Как она работает, я рассказывал в других видео, ссылочка будет в описании. Теперь поговорим про минус-слова. В первую очередь, минус-слова можно закидывать в нескольких видах соответствий. Но в Google AdWords есть одна особенность. Минус-слова не склоняются. Множественное слово и единственное число в Google AdWords это разные слова. Поэтому мы рекомендуем вам закидывать все вариации склонения. Для удобства есть классные утилиты-склоняторы, которые склоняют слова. Если вы берете слова из Яндекс.Директа, закидываете в эту утилиту, склоняете, готовый список закидываете в Google AdWords. Иногда, собирая низкочастотную семантику, мы можем изрядно переборщить. И насобирать огромное количество фраз, которые практически не спрашивают. Да, в Google фактически 30% запросов каждый месяц новые. То есть, они появились только впервые и их спросили только сейчас. Как же быть при настройке контекстной рекламы? В первую очередь, следует знать, что в Google нельзя закидывать слишком низкочастотные запросы. Они ввели эту функцию совсем недавно, как следствие того действия, которое мы рассказывали ранее, когда клепали огромное количество компаний с низкочастотными запросами для снижения стоимости клика. Тем самым, они усложнили работу таких рекламодателей, потому что по факту стоимость клика возрастает. Но и упростили для новичков. Им не нужно перебирать огромные списки низкочастотных запросов. Как быть, если ваша семантика получила статус «мало запросов»? На это есть три действия. В первую очередь, если ваш запрос сезонный. Я рекомендую подождать, и рано или поздно статус этих ключевых слов изменится. Мы проверяли для компании, которая таргетирована на изучение чешского языка. Большая часть ключей у меня по факту стали статусом «мало запросов». Но я поддержал компанию месяц, в итоге я увидел, что все запросы стали активными, и по ним пошел трафик с очень высоким CTR. Если же вдруг трафик не пошел, то я рекомендую те фразы, которые получились у вас статусом «мало запросов», изменить. Либо попытайтесь уменьшить количество слов в запросе. Второй вариант – уменьшите тип соответствия. Например, если слово было в точном вариации, перекиньте его в фразовый или в широкий. Третий вариант – постарайтесь убрать модификатор широкого соответствия. Да, я знаю, что это может повлечь не очень качественной семантики, но для статуса «мало запросов» я рекомендую иногда это делать. Теперь мы переходим непосредственно к очень распространенной ошибке – это тип соответствия. Что такое тип соответствия в Google AdWords? По факту ключевые слова можно закидывать в разных вариантах соответствий. Если я закидываю, например, в точном соответствии, значит реклама будет показана только так, как и спросили непосредственно ее в запросе. То есть, если я использую этот запрос, реклама будет показана только по этому запросу и ни по какому другому. Фразовое соответствие – это значит, что запрос может быть модифицирован словом «слева» либо словом «справа». Но слова в этой фразе будут неизменны и порядок с них слов будет непосредственно неизменным. Например, фразовое соответствие очень полезно, если вы рекламируете билеты, например, из Киева в Москву. Очень важно зафиксировать порядок слов, чтобы вы не продавали билеты в другое направление. Ну, естественно! Ну и широкое соответствие. Если пользователь спросил запрос так, как он есть, объявление показывается, как с вариацией вставки слов между ним, поменять слова местами, слова появляются слева дополнительно, либо справа. То есть, по факту, если вы взяли запрос купить квартиру, то вариаций может быть огромное количество. Но иногда вы думаете, что вы собрали слова в широком соответствии, у вас там небольшой трафик. Например, вы в Яндекс.Директе настраивали кампанию, у вас там был небольшой трафик, и вы перекидываете кампанию в Google AdWords, запускаете ее, и она сливает в пустую огромное количество денег. Почему? Вы не понимаете, в Директе все работало, в AdWords не работает. Это первая причина, по которой жалуются на Google AdWords. И она кроется в типе соответствия. Мало кто из рекламодателей знает, что тип соответствия широкий в Яндекс.Директе подразумевает исключительно вариацию, когда слова используются в том виде, как вы их вставили. То есть, если вы взяли ремонт смартфонов, значит, будут использоваться вариации только ремонт смартфонов. Но в Google AdWords все не так. Если вы запихнете это слово точь-в-точь, как оно есть в AdWords, оно будет показаться по запросу починка телефонов, починка мобильного телефона, починить телефон и любые вариации. Получается, что Google AdWords портит все? Ну, по факту, да. То есть, если вы хотите непосредственно настроить компанию на те фразы, которые вы собирали в Яндекс.Директ, ваша задача использовать модификатор широкого соответствия. А коротко, плюсик перед теми словами, которые нельзя заменять на синонимы. Скажу по секрету. Я считаю, что большинство слов, которые вы переходите из Яндекс.Директа, не требуют установки плюса на них. То есть, если у вас есть очень важные слова, которые нельзя склонять, нельзя изменять, то лучше плюс ставить перед ними, а остальные слова оставлять на рассудок Google, чтобы он выбирал синонимы самостоятельно. По факту, это увеличивает качество компании. Но на первых порах я рекомендую поставить плюсы практически всем словам, если вы перегоняете компанию. Кроме предлогов. Предлогам лучше не ставить. Если вы здесь впервые, я рекомендую зайти на наш раздел утилит, выбрать Google AdWords и посмотреть нашу утилиту, которая меняет тип соответствия ключевых слов. Просто поставьте галочку плюсик напротив широкого соответствия, укажите, чтобы напротив предлогов не ставились, скопируйте ваши слова из Excel в первую колонку, нажмите сгенерировать и вставьте, замените по факту слова во вторую колонку. Обратите внимание, что Excel может портить плюсики, он думает, что это формула, старайтесь вставлять как текст. Гениально. Следующая ошибка, на которую я бы обратил внимание, это дубли ключевых слов компании. Это приводит к тому, что Google не знает, какое объявление под какую фразу показывать. Иногда может оказаться, что ваша фраза, которую вы закинули в компанию, встречается дважды, и объявление показывается разное, в зависимости от ключевого слова. Google тогда решит сам, какое объявление ему показывать по собственному алгоритму. Как сделать так, чтобы этого не было? Дубли нужно удалять. Скажу по секрету, в Excel это сделать практически невозможно. Учитывая, что у вас может быть одно слово в широком соответствии, в фразовом соответствии и в точном, находиться в разных группах. Такое может оказаться. И как вам удалить дубли так, чтобы не потерять слова в разных типах соответствий? Благо, есть такой инструмент, как приложение Google AdWords Editor. Скачайте в первую очередь его, загрузите вашу компанию, выберите следующий инструмент, который я указываю на скрине, и удалите дубли. Система предложит вам удалить дубли разными алгоритмами. В первую очередь, она предложит удалить случайно, либо те, которые хуже имеют показатели кликов, либо конверсии, либо CTR. Для этого я рекомендую, прежде чем закачивать вашу компанию, скачать еще и статистику вашей компании, чтобы система выбрала самые некачественные вариации ключей и удалила их автоматически. Следующий вид ошибки, который я бы назвал, это реклама в контекстно-медийной сети. Почему ошибки? Не всем рекламодателям это нужно. Иногда ее настраивают непонятно зачем. Но по факту контекстно-медийная сеть точно не нужна тем видам бизнеса, где услуги продаются здесь и сейчас. Например, вот у вас сломалась машина, вам нужен эвакуатор, однозначно контекстно-медийная сеть вам не принесет полезных кликов. И самая необычная ошибка, с которой сталкиваются рекламодатели, это слив бюджета на непонятных площадках. В первую очередь это мобильные приложения. Иногда вы настраиваете компанию, запускаете ее и смотрите, что у вас тысячи кликов, тысячи кликов и все впустую. И они дешевые, но все впустую, у них время визита ноль. Практически пользователи, которые даже заходят на сайт, закрывают его до того, как сайт загрузится. Но если вы думаете, что Google возвращает деньги за такие клики, он возвращает лишь часть. Но по факту вы можете сливать тысячи долларов просто впустую и за счет неправильно настроенной контекстной рекламы. Что я рекомендую делать? В первую очередь, если вы настраиваете контекстно-медийную сеть, обязательно зайдите в настройки на устройство и отключите мобильные устройства. Планшеты и смартфоны. В настройках таргинга просто пропишите минус 100% напротив смартфонов и напротив планшетов. Вы мне скажете, можно же добавить одну минус-площадку, но она больше не работает. Совсем недавно Google опубликовал такую информацию, что эта площадка больше не работает. И нельзя заминусовать теперь рекламу в мобильных приложениях, если вы настраиваете контекстно-медийную сеть. И официальный ответ теперь настраиваете таргетинг на десктоп. Но что же делать, если вам нужно показывать баннерную рекламу на мобильных устройствах, но нужно категорически избегать мобильных приложений. В новом интерфейсе, да, в старый вы уже больше не попадете, скорее всего. В новом интерфейсе есть минус-площадки. И ваша задача теперь добавить отдельно вручную для своего аккаунта все категории мобильных приложений, где вы не хотите показываться. По факту нужно добавить их все под корень, какие существуют. Но вы скажете, окей, Николай, но по факту же. Есть же помимо мобильных приложений, есть же куча говносайтов, которые по факту сливают всю компанию в ноль. Некачественные сайты с играми, сайты казино и тому подобное. Как их всех исключить? Я вам подскажу простой метод. У меня есть база собранных минус-площадок, которые я настраиваю всем своим клиентам. Она доступна у нас непосредственно на нашем сайте, где мы настраиваем контекстную рекламу. Вы можете ее скачать и загрузить. Самый простой метод отсечь плохие площадки, это использовать фильтры. Отсекайте в первую очередь те площадки, которые дали более, допустим, 20-30 кликов и 0 конверсий, либо низкое время визита. То есть вы можете пользоваться разными вариациями фильтрации и отсечь те ключевые площадки, которые вам не нужны. Закидывайте их непосредственно в базу минус-площадок. Что следует делать с минус-площадками? Я рекомендую их не хранить для каждой компании отдельно, а создавать так называемую общую библиотеку и применять эту общую библиотеку к каждой компании. Что обычно я еще исключаю? В первую очередь я исключаю припаркованные домены. Многие не знают, что это такое, видят и пропускают мимо. Припаркованный домен, по факту, это сайт, который еще не запущен, но домен его продан. То есть при заходе на припаркованный домен вы видите что-то вроде этого. Этот домен еще свободен, его можно купить. И обычно это то, что находится на сайте хостинга, либо DNS-регистратора. Второй момент, который я настраиваю в контекстной медийной сети, это показ в нижней части страницы. Там самая низкая кликабельность чаще всего. Иногда компании, которые настроены на показ в нижней части страницы, просто втупу сливают показы и не имеют практически кликов. И я рекомендую для того, чтобы увеличивать CTR, отсекать тех рекламодателей, которых баннеры находятся внизу. По поводу сексуального характера. Если ваш бизнес заточен под это, не убирайте эту галочку. Во всех остальных вариациях я рекомендую весь контент сексуального характера отключать. Там обычно холодная аудитория, которая точно не будет покупать никакие услуги. Следующее, на что бы я хотел обратить внимание, это бюджеты. Ошибка, которая кроется в бюджетах, заключается в том, что иногда рекламодатели неравномерно распределяют бюджеты по своим компаниям. И делают так, что одна компания получает чрезмерно большой бюджет, но не может его выработать, а другие компании по факту в нем ограничены. Я рекомендую, если вы наводили порядок в собственном аккаунте, делать группировку по компаниям и настраивать бюджеты непосредственно в общей библиотеке. Выбирайте, какие компании должны получить сколько денег в день. Да, здесь вы выставляете как дневные бюджеты, так и общие бюджеты. Выбирайте, сколько нужно тратить. И можете в этой общей библиотеке отследить, какая компания в каком бюджете работает лучше. Есть несколько хаков, как улучшить работу компании. В первую очередь изучите, в какое время суток приходятся ваши конверсии. Для этого воспользуемся Google Аналитикой. Изучим, когда приходили конверсии, в какое время суток. Составим карту и выберем оптимальное время, когда нужно показывать нашу рекламу. Затем произведите настройки временного таргетинга в каждой из ваших компаний. Да, в первое время я рекомендую компанию показывать практически всегда, но после того, как вы соберете эту статистику, я рекомендую ограничивающую компанию по часам. Затем распределите бюджеты в компании согласно процентам трафика каждой из них. Для этого соберите ваши ключевые слова, прикиньте приблизительный трафик и настройте бюджеты пропорционально. Если вдруг вы проставите безлимитный бюджет для вашей компании, но не произведете эксперимент по тестированию, то вы рискуете слить огромное количество денег просто прямо на старте. Звучит немножко негативно, да? А если же поставите слишком маленький бюджет, вы не соберете нужные статистики для соответствующего анализа. Поэтому в любом случае требуется на первые две недели произвести экспериментальный запуск компании на ограниченных бюджетах. После того, как бюджеты будут израсходованы, и вы соберете соответствующую статистику кликов, показов и конверсий, и при этом сделаете ряд изменений в компании, если вы увидите ошибки, то тогда только можно принимать решения по изменению временного таргетинга и расширению бюджетов. Но теперь мы переходим к новой ошибке, с которой мы можем столкнуться. Иногда оказывается, что у клиента не настроены конверсии, а иногда даже не стоит счетчик Google Аналитики. Как тут быть? По факту цели можно настроить разными способами. Я расскажу про всего лишь один из них, которым мы пользуемся чаще всего. Цели можно настроить в первую очередь в Google Tag Manager, можно настроить непосредственно в AdWords, поставив соответствующие коды отслеживания, и в Google Аналитики. Мы перейдем к Google Аналитике. Первоначально ее нужно установить. В своем ролике я рассказывал, как это сделать, как ее настроить и как настроить цели. После того, как мы настроили цели, их нужно обязательно связать в Google AdWords. Для этого заходим в Google AdWords, выбираем раздел конверсии и импортируем цели из Google Аналитики. После импорта целей из Google Аналитики мы будем отслеживать все конверсии, которые есть настроены на этом сайте. По факту, что нужно отслеживать в контексте? В первую очередь, это заявки, которые делаются на сайте. Либо код будет стоять на кнопке, либо на странице. Успешного завершения заявки и регистрации. Любой вариант подойдет в зависимости от типа вашего сайта. Второй тип конверсии – это электронная торговля. Да, вы должны четко знать доход каждой конверсии, чтобы соизмерять возврат инвестиций в контекстной рекламе. Ну и стоит не забывать про потенциальные продажи. Это звонки, это чаты, это сообщения, это заказ обратного звонка. Все это можно настроить в Google AdWords. Зачем это нужно? Если коротко, вы должны знать, какие виды компаний, какие ключевые слова, какие объявления приводят целевую аудиторию, а какие впустую сливают ваши деньги. И это можно сделать только при ретроспективном анализе в большого периода времени. Но если у вас это не настроено, вы будете все делать вслепую. А так как можно все настроить очень тонко, вплоть до электронной торговли, вы можете отследить, сколько денег вы заработали при помощи контекстной рекламы, если настроите соответствующие пункты. В общем-то говоря, звучит правдеподобно. Следующий тип ошибок я бы назвал скорее невнимательность, потому что сейчас в Google это видно все сразу, в принципе, как и в Яндекс.Директе. Вы можете увидеть, какие объявления у вас оказались отклонены и почему. По факту нужно нажимать на колокольчик и изучать вообще все уведомления, которые вам присылает Google AdWords. Первая ошибка, которая бывает, это использование восклицательных знаков. Больше, чем один. По факту, если вы используете восклицательные знаки в заголовке, то Google сразу вам скажет, может быть, вы его уберете. По факту восклицательный знак можно использовать один в описании. Если вы пытаетесь вставить два, скорее всего, ваша компания будет возвращена обратно, ну, с просьбой переделать. Также будьте внимательны с знаками припинания. Не все знаки припинания рекомендуется использовать в контекстной рекламе. Ну и самое удивительное, нельзя использовать название торговых марок. По факту, если вы хотите вписать в объявление продвижение сайта в Яндекс или продвижение сайта в Google, ваша компания будет возвращена обратно, как за использование торговых знаков, которых у вас нет права. Скажу по секрету, это же есть и Facebook. Если вы попытаетесь рассказать, как настроить рекламу Facebook в Facebook, ваша компания будет заблокирована. Ну и само собой, бывает просто, чтобы попали в список запрещенной тематики. Со всем списком я рекомендую ознакомиться по ссылке, потому что его перечислять довольно сложно. Но с чем мне приходилось сталкиваться? Во-первых, нельзя в контекстной медийной сети рекламировать все, что связано с интим-тематикой. Например, всевозможные интим-гаджеты. Во-вторых, нельзя рекламировать никакой игрный бизнес. По факту, все, что связано с онлайн-казино, либо казино, модерацию попросту не проходит. Третий момент. Если на вашем сайте есть какие-то финансовые операции, которые вы проводите для клиентов, у вас должно быть четкое разрешение на проведение этих финансовых операций. Google может у вас запросить соответствующие документы. Если вы их не предоставите, то вся ваша компания будет временно, а потом и навсегда перманентно заблокирована. Есть определенные трудности с медицинской тематикой. Вы не можете использовать слова «лечение», «лечить», «вылечить» и тому подобное. Но рекламировать врача и клинику вы можете. Сложнее будет кальянным. По факту, все, что связано с никотином, в Google модерацию нормально не проходит. Это можно сделать только при помощи уловок. Если он будет рассказывать, что конкурент рекламируется, то по факту он обошел Google. Но кальянные тематики запрещены. Рекламировать их нельзя. Единственное, что вы можете рекламировать как кальянную, по факту только через Google карты. Некоторые рекламодатели ко мне, например, приходили с лендингами, которые непонятно что предлагали. Я сразу говорю, вы в отборце рекламу не запустите. Если ваш оффер не ясный, нет конкретного услуги, что вы продаете, либо вводите, вероятно, пользователя в обман, мошенничаете, то ваша компания попросту не запустится. Ну и вы будете удивлены, что нельзя рекламировать ни ювелирный онлайн-магазин, ни онлайн-аптеку. Да, все, что связано с аптекой, вообще рекламе толком-то не принадлежит. Единственный способ рекламировать аптеки – это только SEO. То с ювелирным онлайн-магазином по факту здесь есть определенные тонкости. По факту эта тематика запрещена была недавно. И если у вас такого типа магазин, то Google AdWords вам дорога закрыта. Ты не пройдешь! Из запрещенных методов я бы выделил межсайтовый ремаркетинг. Да, если вы собираете аудиторию на одном сайте, а показываете рекламу другого, ваш аккаунт будет перманентно заблокирован, и все последующие аккаунты, которые вы будете пытаться создать, тоже. Отдельно я бы выделил искажение фактов. Это если в вашем объявлении вы обещаете больше, чем вы реально продаете, реально обещаете горы, и это очевидно. Ваша компания тоже будет возвращена обратно. Ваша задача будет просто переделать объявление. Но если, например, вы торгуете подделками, например, подделками смартфона, подделками часов, копиями часов, то такая реклама попросту не запустится. Иногда используется такой классный трюк в Яндекс.Директе, это как ключи конкурента. Да, вы можете взять ключи конкурента и настроить компанию под них, показывать ваше объявление. Но иногда это доходит до того, что иногда в текст объявления вставляют ключи конкурента и название конкурента. Если вы будете так слишком злоупотреблять Google AdWords, рано или поздно вас забанят. Ну и известный трюк, все знают, что работает хорошо в рекламе, это девочки в бикини. Но в Google AdWords не разделяет рвение всех мужчин, и поэтому, если вы будете слишком увлекаться эротическим контентом в ваших объявлениях, в частности в графических объявлениях КМС, ваша компания попросту не выйдет из модерации. Следующий вид ошибки я бы назвал новый, потому что по факту не так сейчас много рекламодателей появилось в YouTube. Мы YouTube настраиваем около года. И тем клиентам, которым мы настраиваем, мы сталкиваемся с одной единственной проблемой. Это детский трафик. Да, если вы настраиваете рекламу, дети чаще всего сидят со смартфоном у родителей. В YouTube нельзя зарегистрироваться до 18 лет. Но дети не сидят с незарегистрированного аккаунта, они сидят с родительских аккаунтов. И по факту, если вы добросовестно настроили вашу рекламу, она вроде бы показывается смартфон у вашего родителя, но смотрит ее в данный момент ребенок. А ребенок видит вашу рекламу из детских мультиков. И он может кликать на ваши ролики, переходить на ваш сайт машинально. Да, дети, они самая дружелюбная аудитория. Они все лайкают, все жмут нравится, пишут спасибо, все что угодно. То есть дети по возрасте от 6 до 8 лет, по факту, являются самой злостной рекламной аудиторией, которая сливает бюджеты клиентов. Я боролся с этой аудиторией разными методами. Я собирал сотни, тысячи, даже более 5000 каналов, которые являются каналами для детского YouTube. По факту, это всевозможные каналы, на которых выкладываются мультики. Но потом понял, что это попросту не работает. Детских каналов реально огромное количество. Они могут быть как про мультфильмы, так про игры, так про все что угодно. И вы понимаете, что вы просто не можете все это попросту-напросто отсечь. И я нашел другой способ, который работает на сегодняшний момент, как часы. Вы будете удивлены, но это обычные минус-слова. Минус-слова в контекстной рекламе в YouTube. Это действительно работает. Попросту соберите все слова, которые связаны с детским, с мультиками и всем, что может быть с этим связано. Да, если вы, конечно, рекламируете детские товары, то да, этот вам, может быть, метод не подойдет. Но я рекомендую все-таки, если у вас бизнес более взрослый, например, как наш, настроить эту систему. Просто соберите большую базу минус-слов, которая касается детских вещей. В частности, детскими вещами я бы назвал название всех мультфильмов, название всех игр, известных игр, известных мобильных приложений и так далее. В целом, на сегодня все. Я постарался изложить самые частые ошибки, которые я вижу в аккаунтах рекламодателей. И это большинство ошибок, с которыми мне приходится бороться. Если вы сталкивались с особенными ошибками, напишите в комментариях. Я постараюсь их разобрать, может быть, в следующем ролике, либо непосредственно вам в комментарии. Если же вам нужны услуги по настройке контекстной рекламы, обращайтесь, оставляйте заявочку, и мы разберем ваш случай. Ну и, конечно, не забывайте поддержать меня лайков, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, и до новых встреч, мы разберем новые случаи. Таргетинг по назначению ставок. Фу. Через... Адреса нужно добавлять, как уточнение. О, б***ь. Непосредственно по особым принципам. Самый некачественный трафик. Кхм. Таргетинг.